Лето, июль, жара. Это хорошее время для пополнения запаса витаминов, в том числе и на зиму. Именно поэтому центральный рынок с разнообразием фруктов и овощей был и остается местом, куда спешат за покупками. Здесь торгуют местные производители. Их продукция, выращенная своим трудом, всегда пользуется заслуженным спросом. И благодаря им на рынке представлен богатый ассортимент и выгодная покупателю ценовая конкуренция. К примеру, цена молодого картофеля на сегодня варьируется на рынке от 1,5 рублей до 2,20 рублей в зависимости от сорта. От рубля 50 до 2 чаще всего просят за хрустящую капусту и сладкую морковь, до 3 рублей – за яблоки и свеклу. Томаты и огурцы – от 3,5 рублей до 6. Зелень – от 50 копеек за пучок. Цены практически стабилизировались. В силу того, что уже у многих пошли и свои огурчики, у многих начинаются у кого маленькие теплички, свои помидорчики, зелень, она практически всегда пользуется спросом. Поэтому я бы сказала, что цены уже устраивают наших покупателей. Ну, какие-то позиции еще кусаются, такие как баклажаны, но у нас вообще у меня непосредственно таких нет. Но, тем не менее, да, все вкусно и все пользуется спросом. Огурчиков может уходить килограмм 60-70 в день приблизительно. Помидор немножко больше идет, безусловно, потому что они сейчас больше пользуются спросом. Огурцов уже наелись, хотят помидорчиков. Изобилие фруктов, овощей и зелени для сторонников здоровой и полезной еды – это вкуснейший бум. Можно запастись всем необходимым на целую неделю, а то и впрок. Поэтому на всем известном брестском рынке людей всегда много. И пожилые брещане, и молодежь стоят в очереди за помидорами, покупают капусту и определяют самый сладкий арбуз или дыню. Здесь я могу выбрать. И выбор мне нравится, и качество, и продавцы нравятся, всегда посоветуют. Все отлично меня устраивает. На центральном рынке практически все и в широком ассортименте. От свежих овощей и зелени до красивейших фруктов и ягод. Вот, к примеру, наибольшей популярностью брещаны сегодня пользуется клубника – царица лета. Поэтому каждый старается в это время запастись вдоволь – поесть или сделать варенье. Цены на клубнику варьируются от 6 до 20 рублей за килограмм. Первая появляется степлица, не с улицы. С улицы она в этом году очень намного позже, на недели 2-3. И тяжеловато в этом году была весна холодная, поподмерзали первые цветы враньи. И степлица, как степлица? Степлица, она, конечно, дороже идет. Не такой спрос, как ажиотаж идет на закатки, на варенье, берут час. И быстро прошел сезон очень. На сегодняшний день на клубнику минимальная цена от 6 до 10. То есть от размера, от количества и все остальное. Собственно, ручно выращенные фрукты и овощи – это бесспорно вкусно и полезно. А главное – качественно. И сегодня, несмотря на огромную конкуренцию со стороны различных гипермаркетов, рынок для брещан остается номер один. Здесь большой выбор хороший. Можно выбрать что-то подешевле, что-то найти более качественное, мне кажется, чем в магазинах, супермаркетах. Цены довольно дорогие нынче, но не приходится выбирать, что есть, то берем. А здесь все-таки свежие, красивые, пусть даже дороже. Хотя в магазине бывает дороже, чем на рынке, какой там продукт лежит. Чтобы все эти вкуснейшие продукты оказались на прилавках рынка, им нужно пройти полную проверку в лаборатории. Ведь Брестский центральный рынок отвечает за здоровье покупателей. Вся продукция, которая поступает на рынок, проходит обязательный контроль, обязательный экспертизу. Овощи, фрукты, выращенные в личных подсобных хозяйствах, также проходят обязательную экспертизу. А именно, согласно правилам ветеринарной экспертизы, это содержание цезия-137 и на содержание нитрата. Бывают ситуации, когда имеются превышения по показателям. Но крайне редко, но такое бывает. Такая продукция не допускается к реализации, она проходит утилизацию. Лето продолжается, а это значит, что в рядах овощей и фруктов еще будет пополнение.